Эти летние каникулы Арсений Попов посвятил организации развлекательных мероприятий для своих сверстников. К слову, подобные эстафеты на свежем воздухе в Республиканской библиотеке для слепых проводятся уже не в первый раз. Плечом к плечу зрячие и слабовидящие ребята выполнили ряд несложных спортивных испытаний. В нашей библиотеке участвуют не только зрячие люди, но и слабовидящие. Они могут нам рассказать много разных вещей. Они могут показать то, что они могут сделать, не используя глаза. Они могут читать, делать какие-то движения, действия, могут ориентироваться в пространстве, не используя глаза. Такие мероприятия полезны тем, что можно узнать больше друг о друге, помочь каждому человеку попасть в общество. Если не зря человек, то ничего страшного, надо помогать развиваться вместе с ними. У Елизаветы Величко проблем со зрением нет. Однако она уже несколько лет посещает республиканскую библиотеку для незрячих. А все для того, чтобы понять, как незрячие и слабовидящие читатели понимают окружающий мир, чтобы помочь им уверенно чувствовать себя в социуме. Вообще у нас район слепые. И считаю, что именно эта библиотека позволяет возможность таким людям с ограниченными возможностями изучать что-то новое, читать. Очень много приборов специально для этого предоставлено в этой библиотеке. И даже слабовидящие дети посещают эту библиотеку и наше мероприятие. Сама эстафета организована в поддержку российской команды на Олимпийских играх. Ну и, конечно, чтобы дети весело провели свои каникулы. Присутствуют и маленькие, и взрослые, и мальчишки, и девчонки. У нас есть группа активистов наших детей, которые нам помогают в проведении каждого мероприятия во вторник. Они уже такие более взрослые. И сегодня у нас спортивные конкурсы в виде эстафет с мячами, перелей в воду, бег в мешках. В общем, и на ловкость, и на смекалку, и литературный будет калейдоскоп. То есть, сейчас идёт Олимпиада в Токио, мы подготовили небольшие вопросы, связанные с Олимпийскими играми даже. Такие мероприятия в библиотеке для слепых и незрячих проводятся в рамках досугового клуба «Ровесник», где дети могут не только почитать книги, но и отлично провести время. Анзор Курбанов, Радомир Князев, Архыс, 24.